Представьтесь, пожалуйста. Александр Поршуля, Кировоград. Кировоград. Скажите, а что вчера было? На российский, на украинский. Без разницы, в каком удобном. Вчера появился мирный митинг с Кировоградом, поддержавший в Радьевке против Захарченко, министра обороны, и против насилия милиции, и против того, что людей, которые восстали в Радьевке, освободили и закрыли дела уголовных против них. Они восстали против своего, за свои права. Люди выступали, выходили, рассказывали об бедах, которые творятся в их регионах. Так, собственно, закончилось мирно, нормально. Была милиция. Это в Херсоне, да? Это где было? В Кировограде? Это в Вавраде. В Вавраде. В Николаевской области. А казаки пошли наши с Кировограда. Видите, они прошли 9-го через Кировоград. Понятно. Ну, а потом была громадская приемальна, они записывали, принимали заявление от людей. Мы разбили две палаточки чисто символические. И спросили, можно ли мы оставимся. Они сказали, да. Мы письменно обратились. Никто ничего не возражал. Но нам подошли, потом депутаты легко на советы сказали, что у нас ребята после 0 часов разгонят. Подъехали машины с Беркутом. Мы не поверили, думали, что же разгонять. Нас человек восемь. А кто давал гарантии, что не разгонят? Завначальник Афганиеву 3-я. Полковник, полковник. Ага, ну то есть милиция. Да, да, милиция, официальный представитель сказал, да, ребята, заявление есть, нет проблем. Ага. И мы спокойно все разложились, студенты, молодежь, было киевлян, человек... А много людей было? Человек 180, было киевлян 200 и журналистов человек 60. Спокойно ждали, думали, ну до утра расположились люди, пьют там чаёк. А где расположились? Прямо под памятником. В 0 часов 20 минут врывается Беркут быстро, классно, организованно. 30 автомобилей Беркута, автобусов, 30 автобусов. 30 автобусов. Вылетели, они смели все на свете. Топтали, били людей, били людей ногами. Сбивали журналистов, выбивали технику. Крики женщины, да вообще. Они, по теории, если бы, я думаю, как член громадской рады и как активист, я не политический деятель никакая партия. Но здесь нет политических символов. Я думаю, да, они должны были принести нам решение суда или какой-то запретный документ, предупредить. Мелисс, нужно подойти и сказать, ребят, освободите Майдан, вот постановление там или что. То здесь собираться там нельзя, да? Да, а потом мелиса подошла, и культуру никто не хочет, попросили. То влетели бойцы и все перемололли. Они уничтожили. Скажите, а кто-то заявление писал о нападении с ихней стороны? Куда и кому? Вы не видели, что у человека творится? Потому что коллеги брали интервью у пресс-службы МВД, они говорят, а у нас заявлений нет. Конечно нет, авто будет писать. Мы все здесь на Майдане друг за друг. Сейчас отойдешь, иди, я повяжу тоже. А сколько сейчас примерно? Наших вчераших? Ну, вот сейчас вот людей на Майдане, которые недовольны. Ну, человек 70 ходит. Человек 70. А как его вообще настроение? То есть есть смысл, то есть находиться или нет смысла расходиться? Здесь приехали люди, которые приехали своей болью и горем. То есть люди прибывают, да? Уничтожение их близких, родных, закрытие уголовных дел, зверские отношения, издевательства. Но мы не можем их не поддержать. И оставить мы их тоже не можем. Если киевляне нас поддержат в плане... То есть вы не намерены сворачивать акцию? Мы вечером вам скажем. Ну, до вечера в любом случае, да? Да, мы не посмотрим, как киевляне отреагируют на вчерашнее производство. Я понял. Спасибо.